В очередной раз, Сиду, моё почтение. После Сиду Ви-65 я уже думал, что лучше быть не может. И вот выходит Ви-75 и Ви-87, которые ставили всё самое лучшее из Ви-65. Металлический корпус, гаскин изолейшн маунт, поликарбонатный плейт, шагарные с чистки и капами, но добавили то, чего так критически не хватало и улучшили небольшие недостатки. Ви-75 и Ви-87 теперь работают ещё и по радиоканалу, программировать клавиатуру можно в Виа ещё и по беспроводу, кейкапы стали значительно лучше, а стабилизаторы так и вовсе установили PCB маунт. И всё это с разницей в цене в 10-20 долларов. И вот выходит, что небольшими, но уверенными шагами Сиду становится новым лидером рынка и вполне заслуженно. Ведь Ви-75 и Ви-87 поправят даже не одни из, а лучшие клавиатуры до 200 долларов. И я чертовски рад, что рынок так стремительно развивается. Доброго времени суток, вы на канале Вольдемар, но рассказывать о шикарных нынках от Сиду, Ви-75 и Ви-87, буду как всегда я, Вова. Погнали! Если вообще впервые слышите об этом бренде, то настоятельно рекомендую посмотреть обзор о их предыдущей модели, Ви-65. Там я подробно рассказывал, кто вообще такие Сиду, как они связаны с Final K, а также благодаря чему их клавиатуры, можно смело считать лучшим входом в мир кастных клавиатур. Но если вкратце, Сиду не стали запретать его сипед, а просто взяли уже хорошую основу, которую изготовили в Final K для кастных сборок. Поставили в них доступные, но качественные с чистки и капами, и за ту же цену, что просит Final K за свой DIY кит, продают уже готовую клавиатуру. И с Ви-75, а также Ви-87, Сиду не изменяет своим традициям. После выхода Сиду Ви-75 оказалось, что за ее снова взята Зоя LMK81, которая стоит примерно 9000 рублей. Сиду взяли ее, поставили туда свои с чистки и капами, в связи с того, что пытаются собрать недокасно в пластиковом кейсе за 10-15 тысяч, достаточно взять Сиду Ви-75, в которой есть все необходимое, модернизировать уже ее компоненты, и тем самым получить шикарный борт. Либо, если вам нужен более классический форм-фактор, есть Сиду Ви-87, который стоит еще на 10 долларов дороже. Обе клавиатуры можно купить в магазине Apple Maker, ссылки, если что, я оставлю в описании. Комплектация клавиатур стала значительно скромнее. Вместе с обоими клавиатурами идет лишь кабель USB и USB-C, комбинированный пульвер для кейкапов и свечей, шестигранный ключ для разброски клавиатуры, а также инструкция. Ну и Си-87, можно еще найти дополнительный кейкап, но при этом из комплектации пропали дополнительные резиновые ножки, а также рассеиватели для подсветки, которые вставлялись в переключатели. И допустим, почему нет ножек, понятно. Ведь для того, чтобы разобрать клавиатуру, больше нужно снимать стоковые ножки. Но вот почему брали рассеиватели, мне не совсем понятно. Клавиатуры стали дороже, а так умеешь зачем-то убрали. Хотя если покупать свечи отдельно, в них изначально будут предустановлены те самые рассеиватели. Поэтому я очень надеюсь, что в будущем, их если и не вернусь в комплектацию, то они хотя бы уже будут предустановлены свечи в клавиатуре. Дизайн клавиатур все такой же специфический. Это крайне минималистичная клавиатура в сдержанном дизайне, без цветастых элементов и прочих дизайнских изощрений. Однако сама расцветка зайдет далеко не всем, так как она больше напоминает ретро клавиатуру от каких-нибудь IBM. Причем довольно старую и уже давно выцветшую под лучами солнца. Но меня не покидают надежды, что со временем Сиду, таки начнут расширять цветовой политор своих клавиатур. Так Сиду И-65В2 уже и с белым корпусом, но все еще с бежевыми кейкапами. Что все еще выглядит крайне странно, но это уже хоть какой-то прогресс. И теперь хотя бы появляется больше вариантов, какие вообще кейкапы сюда подойдут. Так что остается лишь ждать подобный ход ИС-85, а также И-87. Не изменилась и конструкция, а также материалы клавиатуры. Корпус все так же состоит целиком из оборотного шершавого металла, ровно как и роллер клавиатуры, который еще более плотно сидит в остаточном месте. И теперь у него появилась слегка ревристая поверхность. Благодаря чему крутить роллер стало еще приятнее. И он уже не заедает, как это было с И-65. Если вдруг захотели сменить роллер, его размеры выведены на экране. Конструкция клавиатуры Гаскет Изолейшн Маунт. А плейт сделан из поликарбоната. Так что про какие-либо резонирующие звуки можно даже не беспокоиться. А сам звук будет максимально мягким. Появились у плейта и флекскаты, которые по фотографиям поселили во мне надежду, что наконец-то у Сиду будет еще более крутой флекс. Но увы, флекскаты есть только у плейта. Плата же сплошная. Поэтому флекс относительности той же И-65 остался на том же уровне. А вот установка свечей из этих самых флекскатов стала сложнее. Потому как некоторые переключатели попросту не защелкиваются до конца. И приходится помогать отверткой или пинцетом. Претерпел изменение клавиатуры и по части шумоизоляции. Теперь вместо одного слоя шумки тут их аж две. С суммарной толщиной около 4 мм. Благодаря чему клавиатура больше не дает губким звук, как это было с ВИ-65. Ну и вообще флексканструкция с двумя отдельными шумками стал даже немножечко хуже, чем на ВИ-65. Поэтому тут у вас есть выбор. Либо оставить все как есть, либо убрать один слой, пожертвовав звуком. Но зато получите чуть большую гибкость конструкции. Но есть и третий вариант. Заменить оба слоя шума изоляции на одну более толстую, но мягкую шумку. А-ля STP-5K или шумов Герметон 7. А плату проклеить малярным скотчем. Тем самым можно будет сохранить флексканструкции и при этом добиться лучшей акустики корпуса. А также в клавиатуре изначально предоставлены доплаты так званой PFO, которые делают итоговое звучание свечей более глубоким. По форм-фактору ВИ-75 и ВИ-87. 75 и 80% клавиатуры соответственно. И что самое интересное, у обоих есть роллер. Довольно сорянно выбранный форм-фактор вы ничем не жертвовали. Даже тем самым роллером. Но который как по нефтекайл модели стоило убрать. Да, тут явно в основном являлись кейхрон Q3. Но лишь для меня решение крайне сомнительное. Так как удобнее всего, когда роллер расположен ближе к краю клавиатуры, а не между клавишами. Но к счастью, роллер без проблем можно убрать. Что можно заметить благодаря имеющимся ход сапсокету на месте роллера. Об этом достаточно выбрать энкодер, открутить заглушку в адроллер. И вот уже у клавиатуры появляется одна дополнительная клавиша. Которую можно забиндить, как только душа пожелает. Сзади у корпуса располагается тумблер. Но теперь это не просто вещь, которая делает данную клавиатуру единственной качественной беспроводной кастной клавиатурой. В отличии от Zoom 75 и QK75. Которые надо включать и выключать по сочетанию клавиш. Но и является переключателем между проводным подключением и двоим вариантами беспроводного. По радиоканалу, либо Bluetooth. Никогда не думал, что скажу это, но да. На рынке, наконец-то, появилась беспроводная клавиатура в алюминиевом корпусе. Да, которая еще и работает по радиоканалу. А вот сам приемник для подключения спрятан под крышкой на магните возле стрелок. Сама же крышка делится очень уверенно. И как бы я не тряскал ее туру, не было даже намека на то, чтобы она отвалилась. Поэтому касательно того, что вы вдруг ее потеряете, можно не переживать. К слову, RGB подсветка теперь работает и в изродном подключении. Как это скажется на автономности, вопрос открытый. Но с выключенной основной подсветкой, из коробки клавиатура у меня проработало 2 недели. Я крайне надеюсь, что приехал просто не полностью заряженный. Так как этот показатель у V65 состоял целых полтора месяца. Сохранился поддержка полного программирования клавиатуры через VR. Но что самое главное, теперь клавиатуру можно программировать еще и по беспроводу. Я столько раз говорил, что ну наверное это технически невозможно. Чтобы просто технологии еще не дошли до этого уровня развития. Чтобы можно было программировать раскладку, не через проприетарный софт по беспроводу. И вот мы тут. Подключите донгл в компьютер, открываете в VR, загружаете туда JSON файл. И вот вы уже без каких-либо проводов можете полностью программировать свою клавиатуру. Это поистине удивительно. Килька в новых клавиатурах просто великолепны. Сиду умеет приятно удивлять. Так как в взоре V65 я предположил. Что самое качество отлички порой оставляет желать лучшего именно из-за цены клавиатуры. Так как там должен же быть хоть какой-то компромисс с клавиатурой за такие-то деньги и с такими характеристиками. Но нет, в новых клавиатурах кейкапы уже с идеальной отливкой. Да еще и которые стали существенно толще. Вместо скромных полутора миллиметров, их толщинать предостигает 1,8 миллиметров. То есть, кейкапы стали толще аж на 15%. Поэтому теперь можно смело сказать, что это одни из лучших толковых кейкапов на рынке. За что Сиду в очередной раз огромный респект. Свечи тут предстоит с маркировкой Сиду. Но для нас это ничего не меняет. Эта свеча же Quark Mate с 20 миллиметровой двухступенчатой пружиной, сделанной из нейлона и составом из помпластика. Что делает их достойным аналогом кейл крем свечи с таким же равномерным, но упругим ходом. Но ко всему прочему, которые просто великолепно смазаны. Слой смазки достойный, практически на уровне с ручной смазкой. Но все же если смазать самостоятельно абсолютно все части корпуса, соответственно результат будет еще лучше. Но появились у Сиду и еще одни свечи. Сиду Минт Линья. По материалам без изменений. По факту отличается только пружина. Она все такая же длинная, но одноступенчатая и всего на 4 грамма легче. Но на общей тактильности сказывается существенно. По сравнению с мейт они безумно легкие. Поэтому если вам для игры или просто печати нужны более легкие свечи, определенно могу посоветовать взять на заменную Сиду Минт. И ссылку на них оставлю в описании. А вот стабилизаторы прицепили кардинальных изменений по части их конструкции. Теперь вместо плейт маунт, тут стоят уже PCV маунт стабилизаторы. Которые великолепно дополняют общий внешний вид клавиатуры. Теперь с ними абсолютно вся клавиатура выполнена в одном цвете. Но вот сами по себе стабилизаторы все такие же посредственные. Первые пару дней они неплохо звучат. Пускай и с легким соконем. Но дальше смазка растекается. И начинает ощутимо так греметь. Особенно на более легких свечах. А все банально из-за того, что смазки в них крайне мало. И в силу конструкции, их будет уже не так просто модернизировать. Конечно можно попробовать просто впрыснуть смазку через шприц. Но как показывает практика, этого хватает ненадолго. Да и первые пару дней, стабы будут довольно туго ходить. И их нужно более усердно разрабатывать. Поэтому лучше все-таки полностью разобрать клавиатуру, добравшись до стабилизаторов. И вручную их пересмазать. Потому да, клавиатура определенно не идеальна. И если вы таки решите сбрать клавиатуру, настоятельно рекомендую выделить пару часов на ее модернизацию. Ведь после всех манипуляций, в итоге получите реально идеальный борт. И для этого не нужно покупать новые стабилизаторы, или какое-то необразимое количество расходников, а также инструментов. Это будет не лишним для полной смазки. Но все же будет достаточно смазки перматекс, куска шумких шумов герметон 7, а также рулон на ткани лопластыря. И все это вам обойдется в плюс-минус 1000 рублей. Для начала самое главное. Стабилизаторы. Их нужно полностью разобрать, и желательно тщательно очистить от всех следов смазки. Можно это сделать, промочив фатный диск спиртом, или любым другим спиртосодержащим веществом. Так и поместив на пару часов стабилизатора емкость со спиртом. По хорошему емкость эта должна называться улицозвуковая ванна. Но крайне маловероятно, что такая у вас есть. Поэтому достаточно и просто подержать в спирте. После чего смазка будет хуже держаться на пластиковых частях. И достаточно будет ее просто выдуть из самих стабилизаторов. Далее нужно мелкими кусочками нарезать тканевый пластырь. Чтобы тот мы сейчас внутрь стема стабилизатора. Это так званый холли мод. Который путем уплотнения скобы внутри стема, позволяет убрать паразитные призвуки у скобы стабилизатора. После чего остается ли смазать саму скобу перматексом. Желательно носить смазку с запасом. Чтобы эффект от смазки проезжался как можно больше. Таким образом клавиатура, которую я собираю, продерживается без каких-либо паразитных призвуков более года. Так что можно сказать, способ проверенный. И перед установкой стабилизаторов, место крепления следует также проклеить тканевым пластырем. Дабы стем стабилизатора не бился об плату. В идеале и пластырь на плате, и сам из стема стабилизаторов, стоит дополнительно смазать тем же кристалютом CG111. Тем самым сделать движение стема стабилизатора более плавным. А пластырь мягче. Но если вы не собираетесь смазать переключатели, покупать целую банку смазки не совсем целесообразно. Также можно услышать, что корпус немного звенит. Особенно если попробовать простучать в верхнюю рамку клавиатуры. Или когда ставите ту же крышку, за которой прячется донгл клавиатуры. Для того, чтобы избавиться от этих паразитных призвуков, нужно проклеить демпирующий материал между двумя частями корпуса. А именно, все тот же тканевый пластырь. И на самом деле, видно даже, что производитель пытался решить эту проблему. Для чего тут установлены своего рода демпферы рядом с надверстами, куда прикручиваются винты. Но их площадь очень маленькая, и они слишком тонкие. Поэтому стоит самостоятельно проклеить тот же пластырь, либо в тех же местах, либо и вовсе, по периметру всего корпуса. Я решил, да бы уж наверняка, сделать именно второй вариант. Ну и остается только заменить такую шумоизоляцию на более толстую, но мягкую. В моем случае, это STV 5K, толщиной 5 мм. Но я бы все же вам советовал вариант потолще, а шумов герметон 7. Он все еще достаточно мягкий, но заполнит чуть больше свободного пространства. При желании, можно еще добавить 2-3 слоя малятора скотча на плату. Тем самым создав своеобразный барьер для звука, который при нажатии идет по направлению в сторону дна корпуса. И тот результат частично отражается, тем самым еще частично убрав гулкость. Ну и вот, что в итоге получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok V65, V75 и V87 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok